Кандапожский район – родина известных красот Карелии. Водопад Кивач, древний вулкан Гирвас и первый российский курорт Марциальной воды ежегодно посещают тысячи человек. Но для путешественника важны не только красоты, но и сервис вокруг. Кафе «Рыбка» расположилось у федеральной трассы недалеко от заповедника Кивач. Нас знают на трассе, слава богу. Нас знают очень многие туристские фирмы, и не только карельские, а Петербург, Москва. Очень много хороших отзывов о нашей кухне, о нашем коллективе. Коллектив «Кафе» большой, и немалая его часть – это семья Анатолия. Жена Татьяна, два сына, дочь, невестка, племянник – все заняты на производстве или руководят важными процессами. Вместе стараются работать так, чтобы посетители возвращались снова. Правильные закупки продуктов питания на базах. Я никогда в жизни не пользуюсь ни просрочками, ничего такого. Когда к людям относятся честно, честные большие порции, демократичные цены, люди это видят, понимают, и они к тебе посещают, они к нам едут. У нас очень много постоянных клиентов, очень много. Львиная доля постоянных гостей – дальнобойщики. Людям, которые постоянно в дороге, особенно важно почувствовать себя уютно, и чтобы было вкусно, как дома. Галерея фотографий постоянных клиентов – это своеобразная фишка рыбки. Но главная гордость – собственное производство. Туристы с удовольствием увозят с собой консервы из местной рыбы, традиционную выпечку, варенье из карельских ягод и даже колбасу и сало. Постоянно контролировать большие объемы работы и при этом не стоять на месте – задача непростая. Малому и среднему бизнесу в сфере туризма развиваться помогают региональные программы господдержки. «Поличество Карелии, особенно активно в последнее время, помогает. Всякие гранты дают, всякие программы. Допустим, мне за прошлый год в «Поличество Карелии» есть такая программа, погасили проценты по кредиту. И были еще данные гранты нам, мы получили на проведение сертификации нашей продукции, там 200 тысяч рублей, по-моему». Теперь предприятия Евдокимовых планируют получить еще один грант на развитие придорожного сервиса и собственного производства, а также использовать прилегающую кафе-территорию под строительство гостиницы на 30 мест. Предпринимателей, которые планируют открыть бизнес в сфере придорожного сервиса, кафе, мотель или автосервис, проконсультируют в Министерстве экономического развития. Основная задача – сделать так, чтобы самостоятельные путешественники были обеспечены всем необходимым на всей территории Карелии. «Если посмотреть на карту Карелии, то, конечно же, на территории Приладожье у нас большее количество объектов, на территории севера их меньше. И поэтому нам нужно выравнивать эту структуру. Сейчас Министерством экономического развития с 2018 года введены меры поддержки. Это компенсация затрат на создание объектов придорожного сервиса». Сегодня предприниматель может рассчитывать на возмещение до полутора миллионов или до семидесяти процентов от общей суммы затрат на открытие турбизнеса. Юлия Степанова, Владислав Петров, Служба новостей.